Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Продукция на уровне итальянских аналогов. Кожевинный комбинат наращивает объемы производства. Экспорт увеличился на 166%. Куда отгружают товар. Незаконные литры в Бобруйске задержали контрабандиста. Нечет наложения штрафа от 10 до 100 базовых величин. Сколько спирта обнаружили в машине. Чистый город. Сотрудник спецавтопредприятия завоевал третье место на областном конкурсе в профмастерства. Переборол свой страх. Как говорится, глаза мои оценки делают. Чем отличился работник. А также союзная стратегия, рабочий график и морозные будни. В Беларусь идет похолодание, что покажет столбик термометра. Один из важнейших партнеров. Президент встретился с губернатором Челябинской области. Регион – один из лидеров по росту экономики в России. Алексей Текслер возглавляет его уже три года. Товарооборот растет крайне быстро. Только в этом году на 20%. За 9 месяцев он превысил 380 миллионов долларов. Пока больше покупаем, чем продаем. Но поставки нашей продукции могут вырасти. Предприятия-партнеры ищут надежных поставщиков, оборудования и техники. Сегодня на первый план вышла тема импортозамещения. Мы об этом много говорим. Это хорошо понимают и на самом высоком уровне. И у вас, и у нас задача трудная. Но от результатового решения будет во многом зависеть будущее наших стран. Но мы уже сегодня видим работы в течение года, интенсивные работы по импортозамещению, что мы решим эту проблему. Не может такого быть, чтобы мы не могли решить. Мы обязательно справимся с решением этой задачи. И предпосылок у нас достаточно. Губернатор Челябинской области уверен, задачи в импортозамещении можно решать без конкуренции, а дополняя компетенции друг друга. Регион уже заключил контракты на поставку почти сотни белорусских лифтов и 300 тракторов. Беларусь предлагает партнерам поделиться опытом ВПК, строительстве, науке и гуманитарной сфере. Нелегальный груз в Бобруйске задержали контрабандиста, который перевозил крупную партию спирта. Вблизи деревни Ясный лес правоохранители остановили автомобиль Скани, а внутри оказалось больше 4600 литров жидкости в пластиковых канистрах. Общая сумма товара свыше 115 тысяч рублей. Нарушителем оказался неработающий местный житель. В поле зрения правоохранителей попал еще один вопруйчанин. Мужчина использовал дачный дом как нарколабораторию. При обыске обнаружено оборудование для вентиляции, освещения, регулятор кислотности почвы, удобрения и система полива. Изъяты кусты каннабиса, гашиш и марюхана. Общим весом более 100 грамм. За незаконный оборот наркотиков горе коммерсанту грозит до 5 лет лишения свободы. Современное оборудование, экологичное топливо и отечественные ноутбуки. «Горизонт» уже в декабре запустит в производство линейку новых гаджетов. Сколько представят моделей? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусские учреждения здравоохранения планируют покупать медицинское диагностическое оборудование в Китае. В современных условиях, учитывая новые логистические маршруты, обслуживание, прибытие инженеров для проведения пусконаладочных работ, есть все предпосылки для наращивания закупок. Минтруда установила расчетную норму рабочего времени на 2023. Для пятидневки с выходными в субботу и воскресенье – 2011 часов, для шестидневки на три часа дольше. При этом не больше 40 в неделю. Предпраздничный день должен быть на час короче. В Беларуси стали добывать на 50% больше торфа. Наращивают обороты заготовки и экспорта. Дело в растущем спросе на эко-топливо. Сегодня общие запасы насчитывают почти 2,5 миллиарда тонн. Из них для разработки пока пригодны около 12%. Главный покупатель – Россия. Среди клиентов также Турция, Латвия, Чехия. Белорусские ноутбуки «Горизонт» начнут делать уже с декабря. Контракты заключены, создана операционная система. Компьютер будет соответствовать всем мировым современным стандартам. На рынке представят более 80 моделей. К концу года объемы производства всей продукции и компании планируют увеличить на 60%. В Беларусь идет похолодание. Уже ночью от минус 3 до 2 градусов тепла. Днем столбик термометра не поднимется выше плюс 7. Возможен туман и усиление ветра. Синоптики прогнозируют в середине недели на большей части территории страны мокрый снег и гололедицу. Удачи на маршруте! Сотрудник спецавтопредприятия завоевал третье место на областном конкурсе профмастерства. Одним из лучших водителей мусоровоза в сфере ЖКХ стал Владислав Стамплевский. Показал не только отличные знания ПДД и техобслуживания автомобиля, но и продемонстрировал виртуозное управление спецтехникой. Заслуженной победой в кругу коллег мужчину поздравило руководство. Ручили ключи от современного МАЗа. Более 15 человек из разных городов присутствовало. Ну, переборол свой страх. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Я смог получить третье место. Машина, на самом деле, отличная. У нас есть точно такая же машина, на ней уже работал и показал на себя очень хорошо. Каждый сотрудник выполняет свои обязанности должным образом. Мы стремимся, чтобы город Бобруйск стал ежедневно чище и краше. То есть, наш девиз – мы за чистый город. Спецавтопредприятие постепенно обновляет свой парк. В 2022-м приобретено две машины. В планах на следующий год – 21 единица. На смену старой техники с манипуляторами приходит новая с задней загрузкой. Наша марка «Бобруйский кожевинный комбинат» наращивает объемы производства. Только с начала года она – 126%. Основной партнер – Россия. В числе покупателей также Польша, Италия, Эстония, Литва и Турция. Прибыль направляют на модернизацию и зарплаты. О перспективах Татьяна Горбач. Покупая стильную сумку или обувь, мало кто задумывается, из какой кожи и где она производится. На Бобруйском комбинате закупают сырье только у белорусских мясокомбинатов. Это экономия в логистике, но никак не в качестве, ведь свое ближе. В каждой партии индивидуальный подход. Один из первых этапов выделки шкур – мездрование. Михаил Дулов знает этот процесс во всех нюансах. За плечами профессионала почти 30 лет безупречной работы. Моя работа заключается в снятии жирового слоя с кожи. Работа мне по душе, хотя она очень тяжелая, но зарплата более достойная и выплачивается вовремя. Благодаря квалифицированному персоналу и высокому качеству продукции, Бобруйский кошкомбинат завоевал признание как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Санкции немного подкорректировали привычные планы, но ни одна из европейских компаний не отказалась от сотрудничества. В списке постоянных покупателей – Польша, Италия, Эстония, Литва, Турция. В два с половиной раза выросли объемы поставок в Россию. Доля экспорта – более 60%. Выручка за 10 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 132%. С 16 миллионов рублей до 21 миллиона. Экспорт увеличился на 166%. С 3 миллионов долларов до 5 миллионов долларов. Сегодня заказы на Бобруйскую продукцию расписаны на несколько месяцев вперед. Полученную прибыль направляют на модернизацию и, конечно, зарплаты. Среднее – 1200. Но тот, кто готов трудиться, засучив рукава, может получить и 3000 в месяц. Темп в работе, по сути, задают заказчики, которые решают, какие цвета и текстуры необходимы. Под крокодилью, змеиную кожу или редкий вид черепах. Такая отделка здесь не в новинку. В настоящее время Бобруйский кожевиный комбинат – стабильно работающее предприятие. Об эффективности работы предприятия говорят цифры, которые мы имеем за 10 месяцев текущего года. Объем производства в денежном эквиваленте у нас возрос на 126%. В натуральном выражении готовый кож мы стали производить на 65% больше. Богатая история и славное настоящее кожевиного комбината нашли свое отражение на аллее трудовой славы в сквере на Минской. Бобручане отдают дань уважения предприятию, которое уверенно чувствует себя на международной арене и демонстрирует, белорусы могут производить качественный, конкурентноспособный товар, который не уступает итальянским аналогам. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Эффектные костюмы и зрелищные номера. Во Дворце искусств прошел отчетный концерт. Девять творческих коллективов подтвердили звание народный и образцовый. Такой своеобразный экзамен проходит раз в три года. На суд жюри ребята представили результаты деятельности за это время. Участие в конкурсах и фестивалях, фото и видеоматериалы, портфолио, хореографические и вокальные номера, театральные инсценировки, музыкально-пластические композиции. В этот раз их посвятили Малой Родине и Году исторической памяти. Это очень ответственно для каждого коллектива у нас во Дворце. Мы подготовили четыре номера. Три из них – народные сценические танцы, один из них – эстрадный. В народные включены белорусский танец, тарантелло – итальянский сценический танец и русский сценический танец. Эстрадный – это просто джаз. Верю в то, что наши коллективы подтвердят свои звания и будут продолжать еще больше, наверное, на благо Родины, на благо нашего города Бобруска покорять искусством своей трогательностью, искренностью, ну и творчеством. В комиссии представителей Минкультуры и Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы решение о подтверждении званий будет вынесено в течение месяца. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok